Михаил Александрович Волошин Всегда одевался экстравагантно Ну и фигура Сама плоть Человеческая Она как бы просила этого Но тут еще был определенный характер Он еще в гимназии начал так одеваться Ну а потом конечно Франция И вот эта вот Все время такая жизнь с оглядкой на Прошлое, прошлое, прошлое А там где-то уже и вечность И вечность, и вечность Носил чулки, вот как в 18-м Столетии Или крепил Штаны очень короткие Для человека с животиком Довольно широкого А он их крепил так Двумя английскими булавками Какой-нибудь вот такой хламиде Которую он носил А его фотографии как-то бельского Периода, ну так он ходил В таком хитоне Невероятном, или в хламиде Вот такой вот почти до пола И Цветаева, который, может быть, лучшие воспоминания О нем написал Она так, ну, зло шутила О том, что Да, мы все время спорили А там под хламидой-то под этой штаны-то есть Вот, или нет Да, мы интересовались этим вопросом И в ту далекую эпоху И с одной стороны У него было такое счастливое Совершенно пренебрежение Тем, что о нем скажут люди Вот одевался, как хотел Ну, вот так вот А с другой стороны У него было вот это чувство Удивительное Когда его критиковали Его критиковала его первая жена Собашникова Он говорил Лучше пройти побитым камнями Чем незамеченным Про это в Библии написано Ну, понятно, о ком идет речь Вот такая фраза И поэтому Вот те мистификации В которых участвовал Волошин Они, конечно, гениальны по-своему Они говорят о том Что образ торжествует над реальностью И торжествует не только для художника А тот, кто правит символами Правит миром Говорил основатель общей семантики Кожипский Вот Волошин это очень хорошо понимал Но у него была такая удивительная Совершенно черта Он умел в человеке Выделить нечто основное Вот основное Пусть оно в нем даже незаметно совершенно Пусть даже человек сам на это Не обращает внимания И вот выделить и увеличить Вот такой вот энергии мифотворца Цветаева на это тоже обращала внимание И рассказывала эпизод Ну, например, когда Где-то на каком-то собрании Где все читают стихи Какой-то молодой офицер читает стихи Где лодка, звезды, цветы, одуванчики И все сидят, всем неловко Там великие поэты сидят Все из общих мест состоит И в общем пошло Что сказать-то И вдруг в абсолютной тишине Звучит голос Волошина Он говорит У вас очень приятный баритон Вы петь не пробовали? И Цветаева говорит Ну, поручусь Не смеялся Поручусь Это вот это волошинский глаз Да, человек плохо пишет стихи Он совершенно бездарен Он здесь оказался не на своем месте Но баритон И офицер ему говорит Да нет, не пробовал Голубчик, надо, надо, надо Вы посмотрите, какой у вас голос И начинается вот такой целый разговор Самой Цветаевой Вот я сейчас зачитаю Он вот такие вещи, например, предлагал Он мне говорил Марина Ты сама себе вредишь избыткам В тебе материал десяти поэтов И сплошь замечательных А ты не хочешь Вкратчиво Все свои стихи о России, например Напечататься от лица какого-нибудь Ну, хоть Петухова Ты увидишь Разгораясь Как их через десять дней Вся Москва и весь Петербург Будут знать наизусть Брюсов напишет статью Яблановский Напишет статью А я напишу предисловие И ты никогда Поднимай палец Глаза страшные Никогда не скажешь Что это ты Марина Умоляющая Ты не понимаешь Как это будет чудесно Тебя Брюсов, например Будет колоть стихами Петухова Вот если бы Скажет Святаева Вместо того Чтобы воспевать Собственно зеленые глаза Обратилась к родимым Зеленым полям Как господин Петухов Которому тоже Семнадцать лет Петухов станет Твоим наваждением Марина Тебя им замучат Марина И ты никогда Понимаешь Никогда Уже не сможешь Написать ничего О России Под своим именем А России будет писать Только Петухов Марина Ты под конец Возненавидишь Петухова А потом Совсем уже захлебнувшись Нет Зачем потом Сейчас же Одновременно с Петуховым Мы создадим еще поэта Поэтессу или поэта И поэтессу и поэта Это будут близнецы Поэтические близнецы Крюкова, скажем Брат и сестра Мы создадим то, чего еще не было То есть гениальных близнецов Они будут писать Твои романтические стихи Ты будешь Ты будешь Ты будешь Как тот король Марина Во владениях Которого Никогда не заходило солнце Кроме тебя В русской поэзии Никого не останется Ты своими Петуховыми И близнецами Выживешь всех Марина И Ахматова И Гумилева И Кузнина И тебя, Макс И меня, конечно От нас ничего не останется Ты будешь Все Ты будешь Все И глаза белые Шепот Тебя самой Не останется Ты будешь Те Ну вот это Вот Да, я думаю Передает образ Этого человека Это удивительно И если бы не история С Чарубиной Да Габриак Которую сейчас Как раз Надо рассказать Мы ее в какой-то другой Передаче Кратенько Пересказывали Но тут-то как раз Место Ведь Лиля Дмитриева У которой был Роман с Гумилевым И роман с Волошиным Просто в результате Этой истории Гумилев и Волошин Будут драться на дуэли И после дуэли Останется калоша Калоша Вот все уйдут А там будет лежать Калоша На мокром Мартовском снегу Этой калошей Двух великих поэтов Будут дразнить Еще очень долго Поскольку Ну и дуэль Такая получилась Но сама история Любопытная Она Была хромой Она была хромой И в этот момент Маковский Известный художник Критик Он придумывает Журнал Аполлон И вот журнал Приглашает лучших Вот это будет Знаменитый журнал И Маковский Такой эстет Немного сноб Ему хочется Чтобы Вот в редакции Были женщины Ну а кому не хочется Чтобы они были Красивые И он думает О балеринах Вот редакция Аполлона Поэт Приносит стихи А здесь Балерины И тут Лиля Дмитриева Невзрачная Талантливая Но хроменькая Приносит Свои стихи И стихи Не нравятся Они не нравятся И тогда Все в том же Как ты бели Все в том же Как ты бели Вдруг однажды Волошин Вылавливает Ну как он Называет Морского черта Это Обтесанный Волнами Кусок Дерева Похожий На такого Улыбающегося Чертика И вечером Они вместе С Лилей Дмитриевой Листают Книги Справочники По демонологии Чтобы найти Имя Ну и находят Габриак Габриак Это бес Который охраняет От бесов Вот такой вот Странная у него Функция И Волошин ей говорит Вот это хорошая Фамилия Только конечно Нужна приставка Намекающая На дворянское Происхождение Д Д Габриак А имя Херувим Керубина Ну чтобы не сразу Вот это угадалось Черубина Черубина Д Габриак И началась Вот эта Ну по-своему Гениальная Совершенная История Когда Волошин Мы уже говорили О том Что он умел Увидеть в человеке Нечто Самое важное И возвысить Это нечто До небес При этом Все остальное Что было в этом человеке Отбрасывалось Все его дурные черты Там Все это Разносное Не имеет Никакого значения И Цветаевой Была очень важна Эта история Потому что Она в этом отношении Волошина К Лили Дмитриевой Увидела Умение Ну так Разглядеть Красоту Души Женской И восстать Против того Что Ну вот раз Умница Раз талантливая Должна быть Красавица Вот так Мужчины Хотят Ну вот Получите Теперь И они Конечно Нашли бумагу Бумагу С траурным Обрезом Что посмотрелось Хорошо Где Тонкой Значит Тонким Почерком Были написаны Эти стихи И были намеки На то Что это Испанская Дворянка Из семьи Иезуитов Где есть Строгий Отец И Маковский Который Вот со своим Снобизмом Он там Лежал В кровати Описывает Волошин А рядом С кроватью Был телефон По тем временам Это знаете Чтобы с кровати Вот так вот Поднять телефонную трубку Но в этом Было конечно Нечто Это свидетельство О определенных Привычках И манерах Человека Он тут же Начал влюбляться Какая женщина Какая Потрясающая Женщина Ну и пошло И поехало История Начала Разрастаться Постольку Поскольку Волошин Был Ну это пьеса А это пьеса По маршамок Написать Такую пьесу Вот из Любимой Волошину Францию Потому что Волошин Был и здесь И там Он сочинял Письма К Маковскому Стихи писала Сама Лиля Она же Черубин Да Габряк И он же Помогал Маковскому Писать ответы То есть Утром он был В одном доме А вечером Он был в другом доме И Маковский Видит Что у него Такой Наперстник Он говорил Макс Ты не представляешь Ты же для меня Как Сирано Но имеется ввиду Сирано да Бержерак И Волошин Замечает Он даже не понимал Насколько он близок К истине Потому что Сюжет Растановской Трагедии Сирано да Бержерак В том что Сирано Будучи Уродливым С огромным носом Озвучивает Да Любовь Другого человека К женщине В которую он влюблен И вкладывает В этого человека Свой талант Свой язык Так вот Волошин Вкладывал Со всех сторон И дальше Конечно Началось Потому что Черубина Ну естественно По подсказке Волошина Там писала Например Вечером Я буду кататься На лодке Вы меня Конечно Сразу узнаете Маковский Ехал туда Вот Конечно Ее сразу Узнавал Писал ей Письмо Черубину Писал Эх Ну что же Вы так ошиблись Но я буду сегодня В опере Вот Обратите внимание Там будет Одна женщина Очень похожа На меня Да Но как выглядит Она Он не знал Вы меня Конечно Сразу Узнаете И он Опять Да Писал Да Вы уехали В автомобиле Из оперы Она Нам писал Письмо Письмо В каком Автомобиле Да Дорогой Я езжу Только На лошадях И Маковский Влюблялся Он говорил Волошину 40 тысяч 40 тысяч Годового Дохода И я бы женился Макс Где взять 40 тысяч Это при том Что и Дмитриева Была преподаватель Гимназии Получала В месяц Девять с полтиной А тут Один из самых Блестящих Людей Серебряного Века Готов Вот где-то Достать 40 тысяч Ежегодно Ежегодно Ну и конечно Замаковский Влюбляются Все остальные Художник Константин Сомов Предлагает С закрытыми глазами С завязанными Он поедет За черубиной Будет с завязанными глазами Писать ее портрет Вот Таким образом Тайна будет соблюдена Но он по голосу Он как-то сориентируется Все хитрят Гумилев Ну естественно Так сказать Серцеед Тот еще Говорит о том Что она будет его Это начинает страшно Пугать черубину Потому что Ей начинает казаться Что Появится Настоящая черубина Вот-вот И ее разоблачит Ну Настоящая черубина Просто не существует Но ситуация Еще больше запуталась Когда появился Кузен Кузен И на этого Кузена Устроили облаву Маковский С друзьями И Волошин пишет Они бы его обязательно Поймали Если бы он существовал Потому что Были приняты Все меры Предосторожности Одна единственная вещь Его не было на свете Спасла его Вот от этой облавы Был придуман целый ход Пригрышлены художники Каждый должен был Расписаться Его по подписи Должны были узнать Но вот единственный Кто не оставил подпись Это кузен Чарубин Чарубин де Габря Кузену начали все Ревновать Вот Да Размышляя о дуэлях О том Что Ну как-то надо Отбить В какой-то момент Чарубина поехала В Париж Ну как она написала В письме Маковскому Чтобы купить себе Шляпку Ну и конечно Надо прибыть На вокзал Может быть Удастся разглядеть Маковский Посылает своего друга Друг приезжает На вокзал Друг ошибается Но Чарубина Видит друга Пишет Ему письмо И вот однажды Мне очень нравится Этот эпизод Однажды Поскольку Волошин То наседает Сюжет должен Развиваться У него гениальное Чутье художника И он говорит Ты должна быть При смерти При смерти Надо испытать Любовь Этих мужчин И выясняется Что Она молилась Всю ночь И в изнеможении Поскольку Поскольку Постилась перед этим Она упала И она заболела И вот Было собрание Поэтов Они наняли Там еще целый ряд Людей Которым помогали С которыми Созванивался Маковский Собрание поэтов И Маковский Дрожит Все ждут Ждут сообщения И по телефону Рассказывают По телефону Что Ну вот Кризис наступит Этой ночью А может быть И раньше Может быть Прямо сейчас Там и узнаем Выживет ли она И позвонили И сказали Выжила И там Маковский Вышел Перед вот этим Вот этим Прекрасным Собранием Умнейших Людей Петербурга И сказал Господа Она Жива Овации Невероятное Счастье Ну Все было бы Хорошо Но когда Разоблачили То Волошину Пришлось Уехать Но перед тем Как уехать Ему пришлось Драться на дуэли С Гумилевым Потому что Гумилев в сердцах Сказал публично Что на таких Не женится Я мол Хотел жениться У него роман был С Лили Дмитриевой И тогда Волошин дал ему Пощечину Причем Сам Гумилев Учил его Как надо давать Дуэльные пощечины Кратко Неожиданно Быстро Вот И был такой вечер Вы представьте себе Эту декорацию Значит Художник Головин Один из лучших В эту эпоху Делать коллективный Портрет Аполлона Рядом поет Шаляпин Там Блок Там Гумилев Кого там только нет И подходит Волошин И кратко Быстро И неожиданно Бьет Гумилева по лицу Тот был совершенно Потрясен Наставил на том Чтобы дрались На пяти шагах Но им отсчитали Пятнадцать Вот Было мокро Было пакостно Секунданты Проваливались В талой воде По пояс И Гумилев Выстрел Хотел убить Он конечно Хотел убить Волошин Но промахнулся К счастью Волошин стоял Вот так вот Вот Не прячься Ну а у Волошина Была осечка Была осечка Гумилев Потребовал Чтобы Волошин Стрелял Тут мешали Секунданты Разрядили Пистолет Все ушли И осталась Калоша И осталась Калоша Вот таким Прощальным Символом Всей этой Истории Когда Эта история Была еще В апогее В разгаре Да Людмитриеву Перестали сразу Печататься Вячеслав Иванов Гуру Поэт Философ Он видимо Догадывался Что за всем Стоит Волошин И он ему сказал С намеком Стихи Чарубина Мне нравятся Талантливо Но придумано Все это Гениально И это Действительно Было придумано Гениально Обращаю Ваше внимание Друзья Стихи Лили Дмитриевой Казались Маковскому И поэтам Плохими А стихи Чарубин Да Габряк Прекрасны 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 Прекрасны